Привет всем любителям Дефрага и других методов пыток. С вами, как всегда, Вуди и Экстен. У нас сегодня карта очень интересная. Значит, сообщаем вам краткую информацию по поводу, что сейчас происходит. 3 декабря на сайте defrag.ru у нас начался компетишн, который состоит из 5 карт. То есть, это такая, собственно, замена ДФВЦ небольшая. Итак, карты все не очень длинные. Ну, в общем, про одну из них мы сейчас расскажем. Называется это MGCAP-IDM от маппера IDM. Ранее мы смотрели его карту, обзор IDM Фракир. Собственно, на каждую карту дается по 2 недели. Насколько я помню, правильно? Да. По 2 недели. Каждая новая карта с запуска первой проходит 3 дня и запускается следующая. То есть, допустим, эта карта стартовала 3 декабря, закончилась на 17 декабря. Через 2 недели вторая карта была запущена 6 или 7? Не помнишь? Слушай, я не вспомню. Но суть такая, что они просто, грубо говоря, друг за другом запускаются и потом также друг за другом заканчиваются. В итоге кончается весь этот турнир, кончается 29 декабря, собственно, перед новым годом. Так что будем радовать обзорами на конец каждой карты. Да, мы наконец-то покончили со всеми своими делами, со всеми своими проблемами и у нас теперь наконец-то есть время все это делать. Причем предъехал еще и компетишн. Есть контент, есть желание, есть время. Значит так, вот, собственно, карта IDM-а, маппера. Мы нашли старт триггер. Проходим по этой комнате. Изначально смотрим, она представляет из себя очень большую комнату. Изначально не совсем понятно, куда можно пойти. Дается на старте одна ракета. Здесь еще вот здесь мы получаем одну или две, подожди-ка. Мы там одну получаем. Да, здесь одна ракета. Мы забираемся. Можно забраться вон туда наверх, можно пройти, ну, пока пройдемся вот здесь вот. Здесь вот тоже что-то происходит. То есть здесь вот такая вот ямка. То есть, ну, не совсем понятно, куда надо вначале идти. Естественно, хочется... Так. Я не так хотел. Сейчас. Естественно, хочется подняться... Ой. Я немножко за... За... В общем, карта... Зафэлил. Так, короче. Неважно, ничего не было. Вот этого вы не видели, так что. Что здесь происходило. Это мы вырежем. Нет. Нет, мы это не вырежем. Короче. Захочется подняться наверх и просто пройтись, что она себя представляет. В первой комнате понятно. То есть здесь как бы есть какая-то прямая, есть какая-то там вот вершина. Что-то там можно куда-то забраться. Но пока это нафиг не нужно, потому что мы идем просто по прямой. Вот. Отлично. Сам. Идем просто по прямой. Здесь обычный стрейф. Обычный стрейф. Здесь дается... Один. Вообще один рокет, да. Здесь просто такой старт-тригер, что можно их здесь набирать. Но это не требуется. Дальше здесь лежит слик. И вот эта вот комната. То есть, по идее, сейчас я просто пройдусь, покажу. Ну, в принципе, до финиша, короче, ладно. Сразу говорю, я ее не играл. Вся фишка тут триггера тех патронов, которые лежали там, кстати. Это я потом... Да. Ну, давай, рассказывай уже раз. Начал. Пойду покажу тогда. Но их здесь можно было... Ну, в общем, если ты не берешь гранату, патроны не появляются. Вот у меня, видите, табличка патронов, она перечеркнута кружочком. Типа нельзя. Вот беру я гранату, появились. Понятно? В принципе, как идея очень хорошая, и приходилось... Ну, в общем, что приходилось, увидим далее. Короче, приходилось обязательно брать гранату для того, чтобы взять патроны для ракеты. Что такое? Логика. Да. Это комбо-райнер Укс-10. Я просто играю одной пяткой, поэтому не смотрите на меня, не судите строго. Нет, ладно, я не смотрю. Ну, короче, вот тут вот финиш. Финишировать не буду, чтобы не появились лишние чекпоинты и не сбивали с толку. Вон там вот финиш находится. Значит, теперь по комнатам каждую отдельно. Значит, какие у тебя были идеи? Вот когда ты вот только появлялся, Егорка. Так, давай, теперь заходи ты. Идея, значит, изначально первый путь у меня был следующий. Я делал тут ГБ, забирался сюда, отстреливался сразу же и попытался попасть вот в эту рампочку, чтобы придать себе скорость. В итоге тут где-то уже 700. Я прыгаю, прыгаю. Сликаю. И вот, ну, как-то так это будет. Как-то туда залетать, понятно. Ну, это понятно, как туда залетать дальше. А, кстати, еще покажи, сколько там триггер дает ракет ТН. Я же не знаю, в конце, в последней комнате. Просто я-то не играл в карту. Упс. Четыре. Четыре. Ну, то есть, вот это было бы, по идее, должно было быть стандартное прохождение. Вообще, нормальное. Да. Так. Тойот... Выстрели все ракеты свои. Да, да. Два патрона, понятно. Тойот два патрона, короче, и нужно запустить было сюда куда-то один ракет. И вторым уже оттолкнуться до... Да. Ну, вот... И до верха долететь. Это был первый путь, так скажем. Второй путь, я узнал, было чисто случайно. Все были в шоке, вообще все. Все вокруг трубили. Вот здесь вот, примерно, вот в этой вот зоне, находится телепорт, в который можно попасть. Который мы уже заспойлерили удачно. Да. По разу каждый. Так, и тут... И, собственно, дальше вставал вопрос, как его использовать. Он сразу перемещал почти в конец карты, но здесь не остается ни хп, и ни возможности взять хп, и как-то... Грубо говоря, для тех, кто даже, если ничего не понимает, дефраги и посмотрит это, то есть ракета, то есть ракета, что ракета, что граната, отнимает максимально 50 хп, если прям... Вот, видите ли, 49. Ну, это если максимум, то есть прям вот встать в стенку, упереться, упрись, пожалуйста, в стенку на 100 хп сейчас, и дай себе рокет. Короче, она отнимает 50 хп, правда. Она может отнимать и меньше, и насколько меньше она не может, это если подпрыгнуть и в верхней точке оттолкнуться, попытаться ракетой. То есть она отнимает там что-то 30 хп, 25, но в любом случае у вас там остается чуть-чуть больше 20 хп, да, 25, 26, 27. И этого никак не хватит, чтобы забраться дальше. То есть вы и ракеты не можете пользоваться, и то есть и гранаткой ничем себе помочь не можете, как вы еще ничего не можете, у вас нету хп. Телепорт не помогает. Дальше твои рассуждения. Ну, я начал искать. Просто начали лазить по карте, в тупую начали лазить. И вот это вот полезное, вот это вот, дает батлсюет. И один рокет. И один рокет, да. Ну, один. То есть смысл какой? Батлсюет. То есть мы не получаем никакого урона. Хп нам пофиг, сколько у нас. То есть мы можем стрелять ракеткой, и у нас ничего не отберет. Вот. То есть мы берем батлсюет, у нас есть одна ракета. Дальше уже все очевидно. Нам нужно теперь в конец комнаты. Теперь у нас есть проблема со здоровьем решена. Хп у нас не будет отниматься. И нам нужно теперь просто дойти быстро до финиша. Собственно, в чем и заключался как бы роут. То бишь путь. То есть хоп. То есть вот мы и тут. Вот это пройдено было первой комнаты. Минуя слик, минуя вторую комнату, мы попадали сразу в финальную комнату. Соответственно, проходится теперь последняя комната приблизительно вот так, только с запуском ракеты. Нужно просто получше отталкиваться ракетами, поймать ее, и на финиш. Собственно, вот так вот себя пройдет, так чисто, чтобы было. Прохождение такое ориентировочное. А сейчас мы посмотрим демки. Особо много про эту карту не расскажешь, потому что как бы... Не, ну конечно, Батхёрту поймали многие. Ну это да. Ну, к примеру, Вот как-то так, короче. Один из вариантов, в принципе. Грубо говоря, вот. Можно еще по внутреннему кругу, то есть отстреливаться, и по этой стене отстреливаться, но это уже там дело скилла и вкуса, я думаю. Ну и в принципе так быстрее выходило. Ты даже вот сейчас вот лита перебил. Ну я просто пробежался. Такое вообще не предложено. Короче, ладно. У тебя есть что-то еще рассказать про эту карту более детально. Ты просто на ней играл? Да. Здесь есть вот такая дырочка, которая выбешивала. Сейчас я покажу. Я... В демке потом увидим. Я стрелял вот по этой стене, и мне эта дырка очень-очень-очень мешала. Вот. В общем, как так получилось, без понятия. Зачем это было сделано? Специально он это сделал, или это было случайно? Что тогда, Финни, это ни хрена. Вот такая дичь. И представляете, вот вы идете, допустим, не знаю, ну плюс 200, да, вот здесь, а здесь карта маленькая, и она фреймовая. Тут каждый фрейм, грубо говоря, на счету стараешься выбить его. И попадаешь вот в эту дурацкую дыру, и вот ты, где просто из жопы лава, магма льется. Ну, для тех, кто не знает, фрейм это наименьшая единица времени в дефраге, здесь все, все, короче, любое время, любое, ну на карте, оно кратно восьмитысячным секунды, то есть 0,008. Это называется фрейм. Вот. Поэтому здесь вторая дырка. Что? А, верните меня. Там, походу, только портал в одну сторону. Ну-ка, ну-ка. Что за дичь была? Нашли вторую дыру. Но это все на самом деле, это все не нужно. Это все не нужно. То есть, для прохождения здесь был единственный путь, Ну, единственный верный, так сказать. Ну, единственный, да, единственный быстрый путь. Поэтому мы что, мы сейчас, наверное, смотрим демки. Тебе есть еще что-то сказать про эту карту? Да, нет, думаю, нет. Ну, в принципе, кстати говоря, в ИКУ-3 дорожки, ну, мы сейчас про ЦПМ говорили, в ИКУ-3 дорожка не сильно отличается, то есть, скилловые ребята повторили все то же самое в ИКУ-3 физике. То есть, особо таких различий не было. Хотя, многие эксперты во время проведения этого компетишена говорили, что ну, хоть в ИКУ-3 пройдет нормально. А вот и нет. А вот и нет. А вот и нет. Ну, все, давай тогда ливаем сервера, давай смотреть демочки. Начнем с... с ВКУ-3, наверное? Да, давай с ВКУ-3 начнем. Значит, ВКУ-3... А, кстати, еще хочется отметить, что как никогда много демок прислали. Это точно. То есть, в ЦПМ-физике их было аж 34 штуки. Целых 34 демки. В ВКУ-3, конечно, по скромнению, всего 13, но тем не менее 34 демки... Ну, это тоже неплохо, учитывая, что обычно причем участвовали такие пацаны, которые давным-давно не появлялись онлайн. Участвовали ребята, которые, в принципе, не участвуют на капах. То есть, не только из России, из Польши, из Белоруссии, из Литвы, да, правильно знаю? Правильно сказал? Да. Да. Правильно? Да. Из Великобритании, из США, из Сло... Это где они? Или Словакия? Словакия, скорее всего. Аурум. Аурум, да. Словакия, да. А, и Австралия. Традиционно, Ricochet, как всегда, прислал девочку. Красавчик. Ну что, начинаем смотреть. Запускаем. Угу. Дель Гадо. Да, смотри, какой у него этот ДФЦ-1014, считаем, что он стал. Ну вот, кстати. Смотри, какой путь. Да, интересно, замутил. Стоит отметить, что парень играл сам, сразу видно, то есть он не смотрел в онлайне прохождение, он все делал самостоятельно. Участвует, стоит отметить, что он участвует на многих, которые не получилось запустить ракету. Я бы не знаю, я бы не рисовал, конечно, такую демку. Но он все равно надо отметить, что он, во-первых, участвует постоянно, он, по-моему, везде участвует, и участвует в обе физики, всегда шлет в обе физики. Это все равно, рано или поздно, мне кажется, он, если захочет, он просто... Ну, он ЦПМу просто удивил. Просто удивил ЦПМу внимания. Давай следующего. Посмотрим. Декас, или как-то так читается ник, если неправильно, извини. Посмотрим. Тайм отличается уже на 6 секунд. То есть, это уже быстрее. Ну, уже путь другой, интересно. роут-то уже другой. Я бы в Бокутри, наверное, примерно так же бы прошел. А в Бокутри у меня были заметки, наметки там на 14 где-то. Но я не стал выиграть, да. Все-таки решил отдаться в ЦПМ полностью. Ну, понятно. Дальше следующий дюк. Давай запускаем. Угу. Ну, еще на 3 секунды быстрее. Еще на 3 секунды быстрее. Это уже 11 место. Проходил тем же самым путем, все просто быстрее. Наверное, выиграл на стрейфе и в конце. Да, на стрейфе срезал, срезал сколько. Угу. Да, конец интересно выстрелить. Спиной все. Смотри-ка. Он не стал заморачиваться, он просто не стал заморачиваться. Он просто прошел, вот, просто прошел. Ну, тоже верно, с другой стороны. Да. И теперь у нас Худжи Моши. Смотрим. Он же Шмыга, он же Айр. В общем, у него очень много имен. Проходил так же, как и ребята ранее, но быстрее. Причем, оторвался от нюка всего на 200 миллисекунд. Падал вниз. О! Ну, тоже, кстати, интересный вариант. Можно было, конечно, мне кажется, если такой вот роут обыграть поинтереснее его, падение вниз, тогда передавать себе, ну, кстати, конец классно сделан. Да, конец неплохо. Феос. Да? Угу. Смотрим. Айсет не видел, чтобы он участвовал хоть когда-либо. Я не знаю, кто это. Тоже не видел его. Ну, тем не менее, в ЭКУ-3. Вылазит дифрагер из своих Нор. Увидели крупный чемпионат. Да. Более-менее такой достойный. Русская альтернатива ДФВЦ. Да-да-да-да. Повылазили, повылазили из своих Нор. В преддверии праздников думают, ну, надо, надо поиграть. Надо себя порадовать свою задротскую душу. Да, неплохо. Ну, так, да, четенько. Я думаю, это быстрейший роут. Хотя, наверное, у Димонора быстрейший роут. вот здесь вот таким. наверное. Хотя меня смущают таймы вот следующие 18, как так, как так 18-то? Ну вот, скоро увидим. Вот как он Рокет-то использовал. Он даже не стал Слик юзать. Угу. Ну, тоже верно. Это было 28 Димонор, это было восьмое место, теперь ФПС Овчаркин. Запускаем. Угу. ФПС Овчаркин уже мой соклан. Да-да-да, я был прав, у Димонора он вторую ракету ждал, ты видел? Да, а в ИК-3, по-моему, так и надо. Но в ЦПМ, ой, ну, у него он лишние движения много сделал, на старой, мне кажется. Но, в целом, он вторую ракету там просто ждал. Нет, там надо ждать вторую ракету. Нет, не надо. Надо. Да? Да. Поехали дальше. Следующий. Михаэль, РД, РД. Ну, в любом случае, увидим правильный роут с первого места. Угу. Я, вот, у Михаэля РД, кстати, начало, по-моему, правильное. Вот, да, начало, в принципе, он чисто на гранате потерял и в конце просто надо было да, все, я, короче, знаю себя. Ну, да, тут видно, видно глазом опытным уже, где косяк будет. Undead Winter, пятое место. Угу. Кстати, он от третьего места не сильно далеко. Да, и ник у него Volvo. Интересно. Наверное, приобрал машину просто новую. Наверное. Уже семейные. Вот, у Винтера самое правильное начало, я думаю. Ого, чуть-чуть. Нифига, он ракету поймал от пола. Да, норм. Ну, это уже вот опыт, прям, прелп. Четвертое место, Кет. Кстати, ну, реально, третье, четвертое, пятое место, все по 15 секунд и с отрывом 300. Все. Смотрим. Четвертое место, Кет. Венгри. Хангри, это Венгри, это Венгри? Это Венгри, да. О, зачем, забыли про Венгрию. Ну, кстати, нужно отметить, что Кет, это в основном ЦПМ, ой, эстрейф игрок. То есть, он пушки, в принципе, не играет. Тем не менее, прошел достойно. Да, прошел хорошо. На четвертое место. Третье место занимает эффект, русский игрок, соотечественник. Да. Поздравим, которого мы все любим. Аплодисменты. Это бедные. А нас все двое. Да, Надо такой, типа, вау. Да, на фоне, чтобы было. Да, но эффект надо отменять. Вот он, видишь, без гранаты, без всего, по красави... Без запуска рокета, ничего себе. Просто забрался. Ну, без запуска рокета, кстати, сложнее. И, в принципе, медленнее, как показывает в итоге практика. Но это, там надо, получается, около, около идеальной РЖ, так скажем. На 800 быстрее, второе место. Литх или Лис. В общем, не важно. Литиум, в общем. Ну, не важно. Литх. Литх. Как-то так, в общем. На 800 быстрее, 14 и, грубо говоря, 4. Смотрим. Угу. Где он срезал 800? Да, ребята, просто в онлайне играли, не парились. А, ну, вот он в конце, в принципе, и срезал, мне кажется. Не, ну, просто сначала, там, вряд ли, где-то срежешь. Да, у него просто быстрее оно было. Да, да. Просто кальцовка побыстрее. Везде по чуть-чуть, и вот тебе и река. Да. Ну, и теперь у нас с краем шлонд. Он же Шайн, да. Он же Гринадер. Это все, уже он. И это на опять 800 быстрее. Смотрим. Первое место в Икутре физики. У всех одинаковое начало. У всех, у всех просто разница в концовке. Да. Вот он запускал, отлично поймал, отлично подлетел, все перебил. Все очень четко. Красава. Круто. Ну, что ж, теперь переходим к ЦПМу. ЦПМ, да. Гаганавт. Гаганавт, 27 секунд, ЦПМ тайм, емае. 34 место. Ладно, смотрим. Думаю, будем смотреть все, да? Да, да, все, все посмотрим. Может, что-то какое-то интересное придумал. Очень, очень, очень. Мне кажется, он просто сейчас отойдет за кофе. Пельмешки сварилось, пошел, выключил, тарелку наложил. Ой, слушай, я же не финишировал карту. И вернулся. И вернулся, Киинчик его смотрел, наверное, Дальгадо так играет. В Кут-3. Ладно, ребят, не обижайтесь, мы так, мы шутим по-доброму. Все большие молодцы, что участвовали. Да, всем большое спасибо за автослуженные демки на самом деле. На 13 секунд быстрее. 33 место. ВМ. ВМ. Смотрим. О, нашел начало. Ты смотри. Угу. Тут тоже сроки, там, кстати, а, ну, как-то. Интересно, тоже интересно. Довольно необычно начало. Да. Фола, 32 место, смотрим. Угу. Пока, просто здесь будем поменьше говорить, потому что, на самом деле, демок очень много, они все будут очень похожи. Ну, особо ничего пока нового не происходит. Я думаю, больше, просто, чтобы показать всех, уважить, так скажем, участников. Не запустил Рокет, жалко. А мог? Мог. А он хотел, по-моему. Да, мне целился, целился, но видит, уже в угол прижимается. Невилл, Белоруссия. Угу, смотрим. Господи, что ж мне сенсой, ты смотри, как все дрожит. Я бы ему рекомендовал немножко убавить ее. Ну, вот так, да. Ну, а неплохая граната, кстати. Ну, и спустился запуск Рокета. Ну, че так? Долгадо, 30 место. Брат, братан, братишка, смотрю. Человек не парился, человек напрямую прошел. срезом, для слабых. Да, да. Кстати, без среза, да, заметь, обогнал-то. Так, смотри, какой слик. И ничего, ничего поймался. Ты видел, видел? Нет, ты видел? Да, да, парень из Австралии, на два фрейма. Билдул гадый, господи, ладно, смотрим. На два фрейма перебил. Заморский друг. Эх, надо половину здесь юных дефрагеров учить бустам. Тоже что-то сенс адский. Просто адский сенс. Как у меня в десятом. У меня такой же, как бы, был. Жиза? Да, да. Смотрим. Это у нас пипец. В общем, пипец из Белоруссии. Я не помню, кто это. Под фейком? Да, это тоже не нравится. Это идет уже 28-ое место. Тут движения уже более-менее осознанные, плавные. Осознанные. А то там в конвульсии кроморо ходят. Поздно задел финиш. Очень поздно. Мог намного раньше. Но тем не менее, первая демка в 14 сек. А, еще и в Латвии участвовала. А СТВО. И СТУ. Как-то так. И СТУ, да, наверное. Смотрим. И Латвия, и Литва. Короче, половина СНГ, да плюс еще Австралия с этим. Ох! Как завер... Вот это движение мыши было. Вот, ну я, в принципе, так проходил первый роут. Да. Прикольно. Да, очень даже классно. Эфио, Россия, Екатеринбург. Как-то подозрительно, Эфио, Россия. Это как, помнишь, в жмурках? Да, я русский. Эфио, я русский. Да, да, надо пересмотреть, таки, я на кино. Ну, в принципе, прошел. Да, нормальный. Ну, бас из России, в смысле, новичок. Ньюбий. Россия, Ньюбий. Ньюбий. Нихера, новичок. Это не похоже на новичка. Что-то да, начало-то нормально было. С гранатой сложил. Ну, так, да. Ну, больше рокет, чем гранат. Ты две с половиной секунды просто так потерял. Так, пяти ашуай, Россия, тринадцати и шесть, и это у нас двадцать четвертое место. Только двадцать четвертое место. Посмотрим, всего десять мест. Отсмотрим, смотрим. Ого, креатив. Да. Ай. Ты видел, креатив. видел. Вальс. Unshamed. Unshamed. Двадцать третий, тринадцать и три. Потихонечку-то перебираемся. Таймов за двенадцать очень мало, кстати, заметил? Да. Нихрена! Вау, я хочу еще раз это видеть. Я хочу еще раз это видеть. Сотри. Это красиво. Давай еще раз посмотрим. Давай, я смотрю еще раз. С удовольствием. Да похрен, что... Нихрена! Оооо! Вот это достойно, вот. Это действительно. Это просто, это, знаете, даже, даже плевать, что там это двадцать третье место. Это просто красиво выглядит. Ооо, нихрена. Ну ладно. Блин, слушай, это круто. NT Whirlwind. Смотрим следующий. Двадцать второе место. Угу. О! Сотри. Он не нашел срезу? Да. Прошел, он прошел ее бесполезно. Он прошел ее так, как надо было проходить, в принципе, карту. Да, в принципе, по идее. То есть, вот так вот надо было проходить карту. Так, Ю, Дмитрий. Смотрим. Дима уже нашел срезу. Видимо, спалили в интернете просто проходил без гранаты, красавчик, поймал ракету. Give me, что? Сплатно. Ладно. ХПС, Энди. Смотрим. Ладно, Энди, красавчик. Двадцатое место взял. КПС, двадцатое место, да как ты так можешь? Ладно, ладно. Ну, он на самом деле активно растет, я хочу заметить. Ну да. Да вообще, в принципе, для муви-мейкера неплохо. Хорошо, прошел. Ну, я стараюсь ему всяко помогать. Правильно. В принципе, как и любому, кто может быть зашочит. Шмейга в СПМ звучит как проклятие. Ну ладно, смотрим. Девятнадцатое место. Аргентина. Аргентина. Он, он не из-за Аргентины. тебя может там живет. Ну, как знаю. Буст от правой всенки я так не сделаю на 1100 с чем-то. Я привык от левый. 11.8. Сейчас вот пошли вот таймы за 11, прям вот фрейм во фрейм почти. Эффект. Смотрим. Угу. 18. Напоминаю, что эффект занял третье место в ВК-3 физике. Мне кажется, эффекта даже, если он захочет, есть шанс ВК-3 подрулить хотя бы там. Да, да, да. Мне тоже так кажется, что ВК-3-то он должен подрулить. Леферг, наверное. Угу. Угу. Смотрим. На сотку быстрее. Феникс, кстати. Феникс это старичок. Это ж тот. господи. Сколько он отжал сейчас фреймов? Подожди, 4. 3 фрейма, да? На 3 фрейма быстрее водичка. Ну, все началось. Это вообще жесть. Это просто такая пошла жара. Просто реально фреймы пошли. Достойно, достойно. Аурум в Словакии. Еще 5 фреймов отжата. Да. Вау, Рома тоже сенсой. Что-то не то. Знаешь, я примерно мои демки так же выглядят, когда я первый раз на карту захожу. Значит, Коша, 14-ое место. Мы добираемся до топ-10. Смотрим. Да, но демок очень много. А, обидно, зацепился. Просто 200 там на зацеплении потерял. Я просто как уже эксперт. Ну да, да. Пыры-пыры. Димонор. Димонор занял у нас восьмое место. Ваку-3 и здесь он занял в ЦПМ 13-ое место. Здесь конкуренция, здесь уже здесь уже да, просто так тебе не отдадут. Да, здесь уже просто вгрызться в топ-10 это надо очень постараться, потому что вы сами видите, какие таймы здесь близкие. Так, в двух шагах от топ-10 Торнер 2015 11-4 смотрим, наблюдаем. Торнер тоже, кстати, быстро начинает расти уже, мы в этом где-то говорили. Да, да, да. Что он старается, парень молодец. Четко запустил уроки. просто на фрейм обошел его Димон. 11 место фрейм, пацаны, это очень-очень фреймовая карта, вы сами видите, какие здесь результаты идут. Обалдеть. гб гб неплохой такой. Да, гб хороший. Но все они проходили по внешней стенке. Да. 11 и 4 ровно. Это было 11 место. Десятое место, Avenger, мы добрались до топ-10. На 112 быстрее, чем предыдущее место. Он же ES Роди. Роди это старик старичков. Таймскил репортов, ну это ничего, это поздительно уже бывает. песенку просто переключил, так что это плеватушки. Не була, смотрим, ой, не смотрим, подожди, что-то такое. Последняя демка в в 11, так скажем, следующие демки все будут уже в 10. У не булы плюс фрейм на первом чеке от меня. Так, ну и вот пошли демки все еще за 10. Так, шторм? Включаем, смотрим? Да, смотрим. Шторм, восьмое место. Тоже проходил по внешней стенке. Плохо оттолкнулся последней ракетой двойной. Очень медленно получилось. Следующий у нас литиум. Седьмое место. 10 и 8. Смотрим. Литью ему тоже надо отдолженную. В принципе, он особо обычно не участвует, а тут он даже в физике послал. Да, но сколыхнуло немножко дэ сообщества. этот competition. Очень большое спасибо мапперам, что они собрались, решили, сделали, а то мы так и остались бы. Да, ну, пока он единственный, кстати, только шел по внутренней стороне. Да. NT Judas. Шестое место. 10.8. Ричков. Ну, я говорю, повылазили из своих пещер все дефрагеры. Такие, оп, молодцы, что за движуха? И дефрагеры молодцы, и мапперы мапперы молодцы. Отдельное спасибо. Да, да. Это не красавцы, конечно. Монтор. Монтор у нас занял пятое место. Чем, насколько я знаю, это, по-моему, решилось, как-то все спонтанно, там, зашел вв, на какой-то серваке сказал, вот, давайте лепить карты, там, буквально за полумесяца, по-моему, они вот так собрались. Это круто, это очень круто. Да, да, это очень. Ну, кстати, вот, хорошо, монтёр тоже прошел. Да, хорошо. Четвертое место, FPS Обчаркин. В ЦПМ физике у него получше, чем в ВКУ-3, по месту, естественно, по очкам. Здесь применяется, кстати, очковая система, как на ДФВС предыдущем. То есть, первое место получает 800, второе 600, третье 475, потом 400, и там дальше, 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 я уже не помню. Хорошее прохождение, хорошее. Ну, просто быстрее. Да, можно просто быстрее, но здесь теперь начинается просто самая дрочь за первое место. Третье место, Зорн. Мне кажется, он медленно поднялся, да? Да. С ракетой. Но концовка быстрее, кажется, всем. Наверное. На концовке вытащил. Второе место, Детх, он же Детх, он же Этад. Смотрим, 10 и 472. Здесь уже особо в дорожках разницы не будет, здесь будет просто разница в затрудстве, я не знаю, проходил по внешней стенке. Не знаю, ладно. В принципе, хорошо прошел. Ну и, собственно, первое место в ЦПМ физике, 800 очков, уходит с отрывом там целых 160 миллисекунд, уходит на каком-то нубасу у меня в ЧМ спике. Смотрим, топ-1. Я могу, я могу, да. Топ-1, топ-1 бустер ракетный, короче, это заранее было известно, что это его карта, вот он, по внутренней стенке, вот он, чемпион, смотрите на него, уважаете его. О, да, хорошо, даже посмотрим еще раз. О, он так мило, что история. Просто задрот. Да, ну ладно. Да. Я думал, где-то еще мог срезать, ну-ка, рассказывай. Мог срезать я, ну, в конце, если только. В конце, во время, когда выхожу из телепорта, там можно быстрее, на полтос, на полтос точно, идеально если. И в конце еще полтос, ну, короче, 10,2 точно можно было, это уже мне было давно известно, но это очень тяжело. Карта на самом деле, тяжелая для задротства. Понятненько. Ну, в общем, я сейчас показываю на, на экране всю таблицу, вот она, собственно, так себя представляет, вот, MG Cup Gothic Stem, раунд 1, результаты, выложено 17-го числа, сегодня, правда, не 17-е число, на ютубе это тоже появится, когда зальется, неизвестно. Собственно, вот такие вот результаты, была еще одна, кстати, демка, это посмотреть мы не будем. Инвалид. Да, инвалид. Там скрипт RocketJump, по-моему, там написано. Можем смотреть распределение очков. Вот так вот в ECU3 выглядит. Значит, первое место 800, 600, 475, 400, 350, собственно, но это только первый раунд, поэтому, ну и в ЦПМе все то же самое. То есть, смотрите, резонно, реально попасть в топ-10, дальше, ну ладно, даже в топ, в топ-13, в топ-13, 14, нет, да хотя, херня, это все. Вот дальше топ-6 вообще мало очков дает очень, то есть, ну догнать как-то это все. Тяжело. Но все равно будем надеяться... Тяжело будет пацанам, которым догнать, у которых там 800, 600 очков, то есть, первые там 2-3 места, вот они будут дальше сражаться, по сути. Но все равно будет приятно, если пацаны дальше будут слать так же. Разумеется. Если количество демок даже возрастет, выйдет еще лучше, потому что... Разумеется. Всегда рады новым лицам и старым лицам особенно. Собственно, на этом наши обзоры заканчиваются. Вот такой вот был первый раунд, соответственно, следующий раунд, как только будет у нас время, как только будут результаты, мы обязательно запишем. Всем пока! Да, все, спасибо, всем пока!